Приветствую, дорогие зрители. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Вечер 7 октября 2023 год. Центральная площадь с великолепными музыкальными фонтанами. Температура воздуха сейчас около плюс 17 градусов. Относительно немного ветрено. Люди одеты вообще конкретно по-осеннему. И прогноз погоды на ближайшие несколько дней, вот на всю следующую неделю, обещают то, что температура воздуха в Анапе днем будет максимум плюс 19, плюс 20 градусов. Ну, от плюс 15 до плюс 19. Некоторые дни теплее, некоторые дни прохладнее. Ночью будет аж до плюс 10 градусов снижаться температура воздуха, даже чуть пониже. Некоторые дни будут дождливые, некоторые перемены с проснениями. Также будут солнечные дни на следующей неделе. Ну, и также некоторые дни ветреные в Анапе. Вот как раз-таки в межсезонье достаточно существенные в Анапе ветра межсезонные бывают. Это нужно учитывать всем людям, которые приезжают и на отдых в Анапе в межсезонье, ну, и на постоянные мотажисты, которые хотят переехать. То, что Анапа – это все-таки достаточно ветреный город по сравнению с многими другими городами России. Не такой ветреный, как Новороссийск, но все-таки Анапа – ветреный город. Это у нас улица Горького. Вечер выходного дня. Посмотрим, сколько людей гуляет. Погода, в принципе, хорошая для прогулок. Дождя сейчас не намечается. Люди могут гулять спокойно, не опасаясь, что сверху что-нибудь польет. Поэтому предполагается, что достаточно должно быть многолюдно. В самом центре курорта Анапа, вот тут у нас центральная лея Центрального парка, ну, в принципе, вот так оно и есть. Ну, как для второго календарного осеннего месяца, людей вполне так себе достаточное количество. Некоторые точки с мороженым уже позакрывались в Центральном парке, но, собственно, сейчас уже все, наступает время кофе. Белая шляпа. Люди подходят фотографироваться, но очереди нет. Особого ажиотажа нет. И вот сейчас как раз-таки в Анапе у нас такое время, когда сильный контраст температур. Вот днем, ночью. Например, если указывать, что днем в тени где-то до плюс 20-23 градусов, это значит, что в реальных прежних условиях, безветренных, там, где есть защита от ветра, может быть до плюс 25, 27, 28 градусов. А ночью приходит уже порхладное веяние с моря, с предгори. И ночью, скажем, температура воздуха опускается до плюс 10-12 градусов. Это все в пределах суток. И получается такой большой контраст температур. Чебурашка катается, смотрите. У нас в Анапе на днях произошла трагедия. 39-летний мужчина, местный житель, выпал с одного из верхних этажей жилого комплекса раз-два-три. И вот кто не знает, жилой комплекс раз-два-три отличается в Анапе тем, что в нем такие падения с верхних этажей происходят, можно сказать, почти на регулярной основе. Вот я думаю, где-то уже случаев 10 можно насчитать. И ни один другой жилой комплекс в Анапе так неизвестен тем, что с него падают люди, так и жилой комплекс раз-два-три. Какие причины падений? Ну вот, увы, подробности далеко не всегда становятся известными. Они так в следственных органах и остаются. Может быть, там, в случае алкогольного опьянения. Может быть, какая-то конструкционная особенность, которую не дает человеку правильно рассчитать. Там, облакониться, допустим, на какие-нибудь перилы, или о заграждении, окунить балкона. Кто-то предполагает, что это какая-то геопатогенная зона, но геопатогенные зоны не признаются официальной наукой. Ну что такое геопатогенная зона? Как-то, типа, влияет на эмоциональный фон человека. И из-за этого человек может упасть. Слишком погрустнев, например. Ну, в общем, удивительная, конечно, череда падений. И вот это очередное падение медики уже, конечно же, не смогли помочь. Обнаружили уже тело этого 20-летнего мужчины. Увы. Я думаю, что уже должна быть собрана какая-то комиссия в Анапе, чтобы, наконец-таки, выяснить причину вот такой череды выпадений с верхних этажей этого жилого комплекса. Потому что это как-то прямо-таки очень странно и подозрительно становится, когда на протяжении нескольких лет постоянно узнаешь о том, что кто-то падает с верхних этажей жилого комплекса. Раз, два, три. Колесо обозрения, как и многие другие аттракционы в Центральном парке, работает. Но, как видите, ажиотажа нет. Никакой очереди, в отличие от курортного сезона. Все уже, даже, в принципе, уже бархатный сезон под вопросом. Потому что не выше плюс 20 градусов на следующей неделе. Но какой это может быть бархатный сезон? Это уже могут быть только отдельные пляжные дни. Видите, люди как катаются. На днях в Сочи произошла трагедия. В результате падения с горного склона и там была сразу определена причина этой трагедии. В туристической группе было двое мужчин и девушка. Они оформили пропуск на маршрут до лагеря Холодный. Однако после первой ночевки компания свернула с проложенной туристической тропы в сторону горного массива Псиашха. На одном из привалов девушка села на камень прямо у 100-метрового обрыва. Однако под весом тяжелого рюкзака она потеряла равновесие и упала вниз. Пострадавшая пролетела не менее 100 метров и самостоятельно встать уже не смогла. Мужчины бросились к ней на помощь, затем вызвали спасателей, которые смогли добраться до группы только к ночи. К этому времени пострадавшая уже скончалась от полученных травм. То есть вот здесь четко указана причина трагедии. Хотелось бы, чтобы была собрана комиссия по поводу этих уже чуть ли не регулярных падений жилого комплекса 1,2,3 в Анапе. И чтобы тоже была определена, названа возможная причина, либо комплекс причин. Потому что это прямо-таки как-то очень странно становится. Кафе еще работают, посещают люди кафе, но уже нет такого ажиотажа. Это у нас центральный пляж. Так он выглядит в темное время суток. Никакого особенного ужаса в плане перегревающей тины сейчас не видно. Но если присмотреться, что-то подозрительное есть. И выдает запах, выдает неприятная вонь. То, что здесь все-таки что-то происходит. Да. Ну вот здесь чуть-чуть лампа освещает, и здесь уже видно. То, что здесь скопление тины, скопление водорослей. Все это смотрится ужасно. Вон, некоторые самокатчики прямо-таки в шлемах катаются. Смотрите, как они защитились, да, от случайных падений. А что посоветуете самокатчики людям, которые ходят пешком? Тоже всем носить каски, шлемы, там, наколенники, на локотники, да, если вдруг вы наедете на гуляющих людей, пешеходов. Ну вот если посмотреть в пределах центрального парка, можно сделать вот то, что вечер выходного дня вполне так себе людное место, людное время. Уже, считайте, скоро будет середина осени календарной, но по-прежнему на пивите достаточно много людей гуляет по вечерам. Некоторые летние кафе уже закрылись, как вот это, например, которое находится вдоль лестницы, ведущей на верхний ярус центральной набережной. Ну а по самой центральной набережной также мы видим достаточно много гуляющих людей. И весьма скромное освещение вот здесь вот в этой части по сравнению с центральным парком, например. Видите, уже не так светло. Работает фонтан контактный. Сейчас много достаточно вопросов в комментариях. А какая, собственно, погода дальше вот в Анапе? Осенью обычно бывает. Ну вот вторая половина октября, понятное дело, что уже не жарко будет. Вот бывают иногда пляжные дни, когда температура воздуха там до 25, по крайней мере, вот в реальных пляжных условиях доходит. Но, как правило, это вот 15-20 градусов и вот витерные дни. Вот как раз-таки такая погода, о которой я рассказал в прогнозе на ближайшую неделю. Это у нас кораблик «Алые паруса», который пользуется популярностью постоянной. Декоративный кораблик. Все начиналось с клумбы. Здесь сначала поставили клумбу в виде кораблика, потом увидели, что люди, чтобы сфотографироваться на фоне этой такой классной кораблеобразной клумбы, стали вытаптывать, собственно, цветы, растущие на клумбе, и потом решили, что, ну, раз так, то давайте мы сделаем вместо клумбы просто декоративную конструкцию. Просто кораблик, куда могли бы люди залазить. Ну, и отлично получилось. В плане погоды в ноябре, это может быть и 10 градусов со знаком «плюс», и все те же 15 градусов, и иногда даже около нуля. И вот, кстати, благодаря тому, что в Анапе есть море, климат в Анапе обладает определенными особенностями, в отличие, допустим, от других городов Краснодарского края, которые не прямо возле моря расположены. Он на днях уже в Краснодарском крае ожидается такие легкие-легкие минусовые температуры, там 0, минус 1, минус 2, но только не в Анапе, потому что море подогревает в Анапе температуру рожающего воздуха на, ну, в принципе, на несколько градусов. И минимум, который ожидается в ближайшие 10 дней в Анапе, это плюс 8 градусов. Ну, там по факту может быть плюс 6 в пригородах, но все равно это еще далеко от нуля. И, в принципе, вот всю календарную зиму в Анапе также на несколько градусов теплее, чем, например, в Краснодаре и во многих других городах, где нет моря. Ну, подобный, похожий климат наблюдается и в других приморских курортных городах, таких, как Геленджик, Туапсе, Сочи. Сочи, в принципе, еще теплее, чем в Анапе. А вот в Новороссийске дело портит ветер, потому что там ветер бывает достаточно сильный, и поэтому уже преимущество от нагрева в несколько градусов от моря уже не работает, потому что ветер сдувает все и делает по ощущениям еще холоднее, чем показано на термометре. Такие особенности. То есть море в Анапе смягчает климат зимой, делая его чуть теплее, а летом делая его, ну, не сказать, что чуть прохладнее, но не таким жарким, как в Краснодаре. А это у нас театральная площадь. Здесь активная реконструкция продолжается. Как видите, как слышите, работы по-прежнему идут, несмотря на то, что уже темно. И вот к концу года у нас и ожидается, что откроется новая театральная площадь после реконструкции, откроется после реконструкции парк Ореховая роща, ну, и окончательно откроется Лещенский парк. И вот на всех трех локациях активно ведутся сейчас работы. Это у нас улица Горького. Это у нас улица Астраханская на квартале между театральной площадью и улицей Терской. Как видите, еще достаточно много людей сидят на открытом воздухе, да, в курточках, но, тем не менее, все еще достаточно комфортно. Здесь, видите, здесь ряд точек образовался, которые предоставляют питание. И здесь люди приходят в выходные дни, особенно теперь в межсезонье, на ужин всей семьей, с друзьями. и вполне так себе весело проводят время. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. Уверенные пляжные дни уже закончились. Теперь пляжные дни будут только время от времени. И прогноз погоды в принципе обещает то, что температура воздуха и вообще погода будет, ну, более-менее нормальная, свойственная для этого времени года в Анапе. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира, все, пока, до новых встреч. Пока.